Российские ученые одни из лучших в мире. В этом уверены более 70% россиян. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. 38% опрошенных считают, что наука в нашей стране находятся на подъеме. Здравствуйте, это КФУ. Итоги недели. В России отметили День науки. Эти и другие события сегодня в нашей программе. Двигатели прогресса. Как в Татарстане развивается научный потенциал. Здесь в науке получалось так, что приходилось в основном придумать свое все, что-то новое. Молодым дорога. За какие заслуги отметили молодых исследователей КФУ? Сейчас есть время определиться с направлениями, с холодным сердцем или с горячей головой, либо наоборот, кому как удобно. Особенности приема. Как в КФУ готовятся к наплыву новых студентов? Вы оказываетесь нам эту поддержку. Вы всегда находитесь в очень плотных и тесных взаимосвязях со студентами, которые обучаются в нашем университете. Открытые лекции, викторины, деловые игры, квест. Как в КФУ пройдет декада дипломатического работника. В Татарстане широко отметили День российской науки. И по праву. Сейчас в исследовательских организациях Татарстана трудится более 16 тысяч человек. В республике насчитывается 128 научных учреждений. Это и вузы, и научно-исследовательские институты, и конструкторские бюро, и корпоративные научные центры, своя Академия наук и филиал российской. Пять университетов стали участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Конечно же, среди них Казанский федеральный университет. Более того, КФУ – единственный вуз из Татарстана, который стал одним из победителей второго этапа отбора и стал получателем специальной части гранта в объеме около одного миллиарда рублей. В День российской науки президент Татарстана Рустам Мениханов вручил государственные премии республики в области науки и техники. Встретился с молодыми учеными республики, посетил несколько вузов и научных центров. Президент Татарстана отметил, что обсуждается вопрос создания в республике Центра академической науки Академгородка. Лауреатами государственной премии Татарстана в области науки и техники стали и физики КФУ. Вручение премии состоялось в Казанском Кремле. Награды ученые получили из рук президента Татарстана. Награда присвоена за цикл работ, который посвящен изучению атмосферы. Исследования охватывают практически все участки атмосферы – от приземных слоев тропосферы до верхней ионосферы. Ученые радиофизики выполнили и фундаментальные исследования и разработали образцы аппаратуры для решения разных задач, связанных с воздушной оболочкой планеты – космосом. Премию получили заведующий кафедрой радиофизики Олег Шерстюков, заведующий кафедрой радиоастрономии Адель Акчурин, профессор кафедры радиофизики Аркадий Карпов, доцент кафедры радиоэлектроники Игорь Насыров, доцент кафедры радиофизики Амир Сулимов, профессор кафедры радиоастрономии Герман Тептин, профессор кафедры радиоастрономии Ольга Хуторова. Отметим, что радиофизическая школа Казанского университета – одна из самых сильных. Она была основана в 50-х годах, когда активно осваивался космос. Вклад казанцев в развитие исследования ближнего и дальнего космоса большой. Возникновению этой школы способствовали физическая и астрономическая научные школы Казанского университета, которым более 200 лет. Я хотел бы немножко еще сказать, позвольте, о наших учителях, благодаря которым мы сегодня вот стоим перед вами и получаем высокую награду. Почему? Потому что еще в 56-м году в стенах Казанского университета Константин Владимирович Костылев впервые пронаблюдал метеорные отражения. Это было до запуска первого спутника Земли. И, значит, после этого вот начались наши исследования. И целый ряд плеяда очень ярких ученых – это Сидоров Владимир Васильевич, Белькович Олег Игоревич и так далее. Многие, благодаря которым мы сегодня вот смогли опереться на их мощные плечи и стоять перед вами, создали такую международную научную школу, как вы говорите, да, это задача нашей республики. Но не только именитые ученые были отмечены в День науки. Награды вручили и молодым исследователям. Определили победителей конкурса «Лучший молодой ученый Татарстана», а также были присуждены специальные государственные стипендии аспирантам, студентам, учащимся. 31 представитель КФУ получили государственные стипендии. А на сам же конкурс «Лучший молодой ученый» поступило 155 заявок. 41 человек прошел финал. В номинациях конкурса отмечены 23 молодых исследователя, в их числе трое из Казанского федерального университета. С ними познакомилась Эльвина Минобуддинова. Продемонстрировать, что этот алгоритм действительно работает быстрее, чем... Так объясняет свой проект Камиль Хадиев, доцент Института вычислительной математики и информационных технологий. Его проект – создание алгоритмов для квантовых компьютеров. Часть алгоритмов может быть предназначена для обработки, проверки текстов, а другая часть – для машинного обучения, по теории игр и для оптимизации процессов. Таких, как, например, координация машин скорой помощи в сельском местности. Благодаря этой работе Камиль Хадиев занял третье место в номинации «Лучший молодой ученый в области естественных наук». Есть такой способ. Это называется, говорят, ключ для шифрования. Квантовые компьютеры имеют значительное преимущество над обычными компьютерами. По сравнению с привычными для нас компьютерами, квантовые справляются значительно быстрее. Задачи на квантовых компьютерах решаются за секунды, когда, как на обычных компьютерах, это может занять часы. На данный момент мои исследования фундаментальны, потому что квантовые компьютеры сейчас только зарождаются. Уже в ближайшее время обычные компьютеры достигают своего технического ограничения. То есть настолько мелкие детали вот обычных процессоров разрабатываются, что уже законы со временем макромира, то есть вот нашего мира физически не работают. Работают законы микромира. И поэтому технологии достигают своего предела. И у вычислительной техники есть разные направления, куда развиваться. Квантовый компьютер вот сейчас одно из таких популярных направлений. Сейчас разрабатывают так называемые языки программирования для квантовых компьютеров. Они запускаются на симуляторах квантовых компьютеров. Для простоты применения их стараются сделать похожими на обычный язык программирования. Единственное, что мы можем смотреть, это проверять, вот находится ли квантовый бит относительно вот этой оси, то есть здесь или здесь или наоборот здесь или здесь. Еще со школьных и студенческих времен Камиль Хадиев интересовался физикой и программированием. Участвовал в различных олимпиадах, в студенческое время вел кружки по информатике. Сейчас преподает. Решил посвятить себя целиком научной деятельности и защите в будущем докторской диссертации. Здесь в науке получалось так, что приходилось в основном придумать свое все, что-то новое. И вот это вот желание придумать что-то новое, вот, наверное, меня перевело в это направление в науку. То есть после эксперимента мы соединяем вот этот реактор к этим хроматографам и дальше хроматограф. Исследование Ричарда Джимасбе заключается в разработке катализаторов для добычи трудноизвлекаемого углеводорода. Его работа отмечена вторым местом в номинации «Лучший аспирант в области технических наук». То есть буду налить и поставить там. Технология называется сверхкритическая. Она позволяет резко снизить вязкость и облагородить тяжелый углеводород. В результате получается новый продукт. Он легче транспортируется и перерабатывается. Технология позволяет экологично добывать и перерабатывать тяжелую нефть и остатки. Одно из исследований, над которыми работал Ричард при использовании нефтерастворимых катализаторов, показал, что полученная после эксперимента вода не загрязнена. При использовании катализаторов мы получаем легкую нефть. То есть ценный нефть, товарный нефть называется. Главное преимущество данной технологии Ричард Джимасбе видит именно в экологичном способе переработки, поскольку на нефтеперерабатывающих заводах остаются отходы. Они могут быть опасны для окружающей среды. В результате переработки, предложенной аспирантом, среда не только облагораживается, но вместе с этим возможно получение водорода. Поскольку сейчас, да, с повышением демографии требуется огромное количество энергии, а энергия нужна топливо. Постепенно вот эта традиционная нефть, то есть легкая нефть, сейчас заканчивается. То есть нужна уже уникальная технология, а не обычная технология. А данная технология, она уникальная. Поэтому она подходит целесообразно для добычи данных ресурсов. В ближайшие годы Ричард собирается продолжить свои исследования в области науки. Впереди его ждет защита к кандидатской диссертации. Тема также связана с облагораживанием тяжелой нефти для получения синтетической. В номинации «Лучший аспирант в области естественных наук» второе место заняла аспирант Института геологии и нефтегазовых технологий Зухра Насырова. Она является также младшим сотрудником лаборатории методов увеличения нефтеотдачи, инженером лаборатории внутрипластового горения. Сейчас Зухра занята более важными делами – своим малышом. Она недавно стала мамой, но свое исследование она намерена продолжать. Для проведения исследований применяется широкий спектр инструментальных методов анализа Казанского федерального университета. Полученные на сегодняшний день результаты показывают, что уникальные свойства сверхклистической воды позволяют эффективно использовать ее в качестве растворителя и теплоносителя. Основные исследования Зухры Насыровы направлены на изучение процессов преобразования органического вещества, так называемых домонниковых пород Татарстана. В реакционной среде суп и сверхклистической воды – это аналог сланцевых отложений, которые встречаются в Америке. Разработка домонниковых пород очень важна для Татарстана в области увеличения запасов углеводородного сырья. Исследования способны помочь в дальнейшем разработать новые технологии добычи домонниковых и сланцевой нефти. Эльвина Минабудинова, Фарис Захитоглы, КФУ «Итоги недели». Приемная компания в Казанский университет начала свою работу. В этом году КФУ планирует принять свыше 13 тысяч человек. Какие новшества ждут поступающих в ВОЗ? Почему работы по приему будущих студентов уже в самом разгаре? Об этом поговорим с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Александром Бибико. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый день. Приемная компания 2022. Понятно, что работа над ней идет уже продолжительное время, но все-таки официально, когда она стартует и в какие сроки пройдет? Приемная компания и вообще приемная комиссия КФУ распахнет свои двери 20 июня. Продлится приемная компания до августа. Первый зачислительный приказ будет уже в июне. Это нулевая волна зачисления. И первый приказ о зачислении общего конкурса будет 9 августа. То есть в девятых числах это первый приказ. Зачисление будет происходить, как и в прошлом году, в одну волну. Из особенностей приема этого года, ну мы взяли преемственность от прошлого года, и в целом идет следующая тенденция, что прием будет гибридный. Мы будем принимать документы как в очном, так и в онлайн формате. Также продолжает работать пилотный проект суперсервиса поступления в ВУС онлайн. Это подача документов через портал госуслуг. И я считаю, что этот трек поступления будет наиболее простым для абитуриентов. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, собственно, и подать документы. Ну, можно сказать, в упрощенной форме. Потому что большинство, ну, большее количество данных уже будет занесено в систему, как о гражданине. То есть данные об аттестате, данные о паспорте. То есть не нужно будет прикладывать в скан-копии, как это требуется в личных кабинетах ВУЗов. Вот прошлая приемная кампания ознаменовалась изменениями. В этом году ждать ли каких-то нововведений абитуриентам и вообще приемным комиссиям? Кто следит вообще за ходом приема, в 2021 году мы не требовали оригинала документов об образовании. Мы принимали только так называемые образы документов. То есть абитуриенты могли полностью взаимодействовать с нами в онлайн формате. И до самого зачисления не появляться в стенах ВУЗа. В этом же году есть изменения. Оригинал документов все-таки нужно будет представить ВУЗ до окончания срока приема согласия на зачисление. И, собственно, самих оригинал документов образования. Вот хотелось бы поговорить еще вот о чем. Удалось ли КФУЗ сохранить количество бюджетных мест, а может быть и даже приумножить? Сколько их и в каких направлениях их больше всего? В этом году практически на 300 мест финансированных за счет бюджета Российской Федерации больше относительно прошлого года. Ну а какие направления получили эти дополнительные места? Наверное, такое небольшое домашнее задание для наших абитуриентов – это ознакомиться с сайтом ВУЗа, ознакомиться с планом приема. Он уже выложен на сайте. Также на сайте размещены правила приема, по которым будет, так сказать, вестись игра этого года. И вы сможете оценить направление, оценить свои возможности уже, ознакомившись с архивами приема предыдущих лет. То есть уже как-то определиться с путем своего профессионального развития. Ну вот вы уже начали, да, хотелось бы еще вас спросить в завершение, все-таки какой путь нужно пройти абитуриентов, чтобы поступить к ФУ? Вот в Пашагово. Какие есть вообще варианты? Пашагово поступить в ВУЗ? Есть несколько вариантов. Это прохождение без вступительных испытаний. Это касается абитуриентов, которые стали победителями, либо призерами Всероссийской Олимпиады школьников, либо Российской Олимпиады школьников. Также хорошо сдать ЕГЭ, хорошо сдать вот эти вот вступительные испытания в форме ЕГЭ. ВУЗ на хороший балл. У вас есть, ну, абитуриентов, есть время подготовиться к этому событию. Сейчас есть время определиться с направлениями, с холодным сердцем или с горячей головой, либо наоборот, кому как удобно. Помониторить сайты приемных компаний ВУЗов, определиться с ВУЗом, определиться с направлением. И к приему к 20 июня уже подойти так подготовленным и спокойно пройти приемную компанию. У меня нет ничего сложного. Все документы размещены на сайтах, все условия также размещены в открытом доступе. Сейчас есть очень много мероприятий, таких как неоткрытых дверей. У нас планируется большое родительское собрание для родителей абитуриентов, потому что мы знаем, что они тоже очень вовлечены в процесс поступления пока на сегодняшний день. И к 20 июня подойти уже подготовленным и войти в приемную компанию. Казанский федеральный университет всегда будет рад принять хороших, качественных абитуриентов. Еще один вопрос. Уже ваш, наверное, такой личный прогноз. Все-таки в каком формате больше всего будет заявлений в электронном виде? Может быть через портал госуслуг? Или сейчас все-таки заявления? Я скажу относительно прошлого года. Вот этот портал госуслуг и пилотный проект «Поступи в ВУЗ онлайн», он хоть и был пилотным, но дал большие плоды. В прошлом году мы таким образом получили около 13 тысяч заявлений. То есть 13 тысяч абитуриентов, поступающих вообще в целом по стране, подали документы таким образом. Это небольшое количество относительно общего количества заявлений, потому что в общем в прошлом году мы получили около 150 тысяч заявлений. Но, тем не менее, это уже большая доля. Онлайн-заимодействие, оно несколько упрощает подачу документов в ВУЗ, оно стирает границы, оно дает прозрачность по приему. Поэтому я думаю, что все-таки онлайн-прием будет преобладать. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Спасибо. Детские сады Татарстана Казанский университет стал координатором всероссийского проекта «Растем вместе». В нем примут участие 40 детских садов республики. В рамках проекта ученые Института психологии и образования проведут исследование качества дошкольного образования. В Татарстане для исследования есть все условия. Полилингвальная мультикультурная среда, цифровые образовательные практики. Специалисты определяют уровень когнитивного, эмоционального, речевого развития ребенка относительно других детей того же возраста и пола в регионах страны. Проект поможет понять, как развиваются дети в современном мире. Изучить психическое и личностное развитие ребенка по мере взросления. По словам экспертов Института, этот масштабный проект способен запустить механизм продуманного изменения детства в лучшую сторону. Какие еще события и исследования произошли на неделе в КФУ и Республике, узнаете из дайджеста. День науки в КФУ отметили фестивалем территория знаний. Для обучающихся и сотрудников университета были представлены студенческие научные кружки, общество и конструкторские бюро, организованных в институтах. Сегодня в Казанском университете действует более 120 студенческих научных кружков, которые объединяют 3000 студентов. У вас есть, дорогие студенты наши, уникальная возможность размыть границы, быть всегда в контакте со своими наставниками, профессорами и перенимать их бесценный опыт. Ментальное здоровье детей – проблемы и пути решения. Об этом говорили на неделе в КФУ на научно-методическом семинаре. Его участником стала и вице-премьер Республики Лейла Фазлеева. Она обратила внимание на роль родительской общественности в этом вопросе. В КФУ сейчас реализуется семейная академия, обучающий курс для семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Первое совещание показало, что мы в принципе, ряд министерств, ведомств, ряд структур, ряд вузов, все этим вопросом занимаемся, но друг о друге совсем мало знаем. В КФУ стартовала декада дипломатического работника. В рамках нее в Институте международных отношений пройдут встречи студентов с дипломатическими деятелями, открытые лекции, викторины, деловые игры, квест. В открытии декады приняли участие генконсулы Республики Узбекистана, Туркменистана в Казани, вице-консул Генерального консульства в Турции. Я отдельно хотел бы обратиться к нашему уважаемому консулу, генеральному консулу Республики Казани, высказать благодарность за то сотрудничество, которое у нас ведет в КФУ. Мы всегда находим поддержку на вашей стороне, вы оказываете нам эту поддержку. Вы всегда находимся в очень плотной и тесной взаимосвязи со студентами, которые обучаются в нашем университете. Знания о науке будущего. Такой марафон на неделе прошел в КФУ. Он объединил работу студий общества знания сразу в пяти городах – Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле. На этих площадках выступили более 40 экспертов – представителей науки, IT-индустрии, бизнеса, образования и государственные деятели. Основной упор развития молодой науки мы должны делать на том, чтобы принимали те ученые, которые уже в принципе в возрасте и которые уже очень давно в научной среде. Они должны их принять и должны им помочь. Это очень важно. Экспериментальная хирургия, симуляционная медицина и мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. На этой неделе в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошла экскурсия для популярных казанских блогеров. Им представили мультимедийную лабораторию, процедурные кабинеты с медицинскими манекенами и зал симуляционного центра. Ежегодно во многих странах мира во второй день второй недели второго месяца года отмечают Международный день безопасного интернета. В этом году он пришелся на 8 февраля, как раз на день науки, которая, как известно, требует точности и перепроверки. Будучи частью прогресса, интернет превратился в определенного рода ступень для новых открытий. Как любое явление, он несет с собой массу последствий, в том числе и отрицательных. Инициаторы Даты постарались обратить внимание общественности на те особенности всемирной паутины, которые играют негативную роль в жизни человека. Речь в том числе и о фейках, кибербуллинге и прочего контента. Только в январе Роскомнадзор заблокировал более 1600 фейков в интернете. А за весь прошлый год это больше 10 тысяч фейков. Что на этой неделе больше всего волновало татарстанцев, на этот вопрос ответит мой коллега Леонид Толчинский. И снова с вами Смотрите Сами. Тема фейков буквально в эти месяцы и дни переживает свой ренессанс. Эдакое возрождение. Если быть точнее, то понятие фейк расширяет свои границы. Отныне это не только откровенная ложь, осмысленная полуправда, транслирующаяся на большие массы. Это не только виртуальные миры, что создаются в головах миллионов путем сложения массы подметных фактов. Где фейки виртуозно перемешаны чем-то реальным. Как в колоде карту Шулера. Здесь цель вызвать у людей известную форму психического заболевания. Когда созданный на основе фейков и домыслов виртуальный мир начинает восприниматься как реальный. Вызывает уже вполне реальные действия. Страхи, фобии подталкивают к безумным решениям в реале. И вот мы уже наблюдаем, как вполне нормальные еще недавно граждане воюют с 5G. Месяцами ждут мировую войну. Осуждают 15-летнюю девочку, впервые в истории совершившую четверной прыжок на льду. За то, что она в прошлом году что-то приняла от сердца. В таких историях уже не найти ни начала, ни конца от правды. Но сломать жизни, сломать мир как таковой вполне уже реально. Но возник и стал просто неотъемлемой частью нашего бытия и новый тип фейков, порожденный катастрофой, что незаметно случилось где-то в мировой системе образования. Мы как-то плавно втянулись в признание того факта, что у нас не все ладно в научно-образовательном сегменте. Ну, например, хихикали над мемом о британских ученых. А потом наступила расплата. Мир оккупировали выпускники современных образовательных технологий. Они стали делать карьеры, они стали подтягивать свои команды себе подобных. И тут та же Британия лучший пример. На неделе Александр Роджерс из «Журналистской правды» обратил на это особое внимание. Он написал, что вся британская культура, литература, фильмы, стереотипы пытаются убедить нас, будто на острове живет некая особая элита, прирожденные управленцы. Типа они генетически отобраны для этого и проходят обучение в лучших профильных вузах мира. Правда, эти рейтинги они сами себе присваивают. Я сильно сомневаюсь в их объективности. Они пишут сборники знаний об управлении, раздают MBA, вводят множество различных, зачастую откровенно идиотских критериев оценки эффективности, включая тот самый KPI, создают кейсы, собирают best practices и так далее. Этот тезис в равной степени можно отнести в целом сегодня к торжествующим подходам в оценке качества образования и результатов работы выпускников этой системы. Мир уже, кажется, стал догадываться, например, что не все в порядке с мировыми топами в медицине. Из двух лет пандемии мы надеемся вылезти, столь же слабо зная о природе COVID-19, как и собственно в 2019 году. Конечно, не все плохо. Безусловно, есть гении, таланты, много самоучек, но все больше узкого, очень узкого профиля. Есть огромные достижения в оборонке, в создании технологий разного уровня. Но что в головах у тех, кому в руки попадают эти технологии и возможности? Сам Роджерс приводит 11 пунктов, демонстрирующих ужасные результаты деградации британского менеджмента. Но мы на неделе получили вот такой забавный факт. В Москве с неясными целями была министр иностранных дел Британии ТРАСС, которая потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от границ с Украиной. Наш министр Лавров ответил, что российские военные находятся на территории Российской Федерации и спросил у ТРАСС, признает ли Великобритания суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами, ответила глава британского внешнеполитического ведомства. Приплыли? А почему? Ранее эта же дама заявляла, что нашествие татар и монголов – это разные исторические события. Здесь не лишне напомнить, что госпожа ТРАСС начинала свою политическую карьеру помощником министра образования Британии. А в кармане у нее, на минуточку, диплом Оксфорда. Теперь выпускница самого топового университета мира рулит внешней политикой некогда мощной империи и воспроизводит каждую неделю по вот такому фейку, на основе которых строится, собственно, имперская политика. Увы, но в Европе, в Штатах подобных выпускников супервузов на больших должностях уже тьма. И чему тогда удивляться, наблюдая за их действиями? Времена великих и умнейших Черчиллей и Марих Кюри как-то незаметно испарились. Отныне еще уцелевшим носителям меняемых знаний и практик придется иметь до конца своей жизни. Дело вот с такими управленцами. Если, конечно, их разум не ввергнет мир в ядерную катастрофу. Глядя на трасс, в это начинаешь безоговорочно верить. Всем доброго. Казанский федеральный университет стал победителем всероссийского студенческого марафона. Он проходил в Краснодарском крае. Команда студентов «Казань» одержала победу в общем зачете премьер-лиги фестиваля. Что дает эта победа, мы поговорим с руководителем студенческого клуба КФУ, магистрантом Института управления экономики и финансов КФУ Натальей Чешевой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Во-первых, что это за марафон такой и кто его организатор? Главными организаторами данного марафона является студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования совместно с Волгоградским социально-педагогическим университетом и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Ну а что это за марафон? Это, наверное, одно из самых главных событий, самое долгожданное событие, где встречаются студенты по различным направлениям. Это спорт, творчество и интеллект. А сколько вузов приняли участие в фестивале? Как давно вообще он проходит? В этом году в марафоне приняло участие 30 команд, 30 вузов со всей России. Проходил он в этот раз в девятый раз, в 2014 году он стартовал, и вот в следующем году ожидается юбилей. А кто входил в состав команды «Казань»? Как я понимаю, это сборная группа такая. Да, ежегодно мы собираем лучших из лучших из Казанского федерального университета. Были представлены почти все институты Казанского федерального университета. Команда набирается уже исходя из конкурсов, которые предполагаются во всем положении данного марафона. Ну, я так понимаю, в течение года различные конкурсы проходят, и идет отбор именно на этот фестиваль. Или есть специальный конкурсный? Вообще у нас в университете проходит что-то наподобие данного марафона, где мы как раз и видим, какие студенты у нас есть, какие у них победы, на что они способны. Уже исходя из этого, мы набираем свою команду и везем ее на Всероссийский студенческий марафон. А какие конкурсы проходят в рамках марафона? В какой области студенты должны быть развиты, быть экспертами? Ну, здесь, наверное, абсолютно во всех областях. Какие конкурсы проходят? Это такие традиционные конкурсы на марафоне, как футбол, вокальный конкурс, интеллектуальная игра Brain Ring. Бывают и нововведения. Например, в этом году был конкурс диджеинга, кстати, на котором мы одержали тоже победу. Одним словом, это по-настоящему сборная талантов. И спорт, музыка, изобразительное искусство, интеллектуальные битвы и вот даже диджейинг, вы сказали. Для чего такое разнообразие конкурсов? Наверное, этот конкурс позволяет увидеть, насколько талантлив студент в России, что он умеет заниматься не определенным видом деятельности, одним каким-то, может спортсмен поучаствовать в интеллектуальных играх и занять там победы, творческий студент может заняться спортом. Ну, это такой показатель уровня нашего российского студента. В итоге КФУ занял первое общекомандное место. Кто был вторым и третьим? Кстати, до этого Казанский университет был на пьедестале почета. Занимал какие-то места или нет? Да, мы ежегодно занимаем лидирующие позиции. Мы входим в тройку победителей. В прошлом году у нас было общекомандное второе место. В этом году у нас первое место в премьер-лиге. А помимо соревновательных дней у вас, скорее всего, были и мастер-классы. Что они собой представляли, кто их проводил? Как таковых мастер-классов не было. Единственное, что ждало ребят, это обратная связь от судей, от членов жюри. Когда мы все собирались, обсуждали наши ошибки, какие-то важные моменты. Ну и там уже некоторые члены жюри давали свои небольшие мастер-классы. Вот, например, по диджеингу у нас было прям целое такое шоу от трех представителей диджеинга. А что лично вам и вашим сокомандникам, товарищам дал этот конкурс? Как вообще часто приходится защищать честь альмаматора? Честь альмаматора приходится защищать ежедневно. Ежедневно у нас проходят различные конкурсы. На одном марафоне мы не останавливаемся, ежедневно наши студенты соревнуются в разных конкурсах. Что дала победа? Наверное, уверенность, но тем и сложнее. Теперь нужно удержать лидирующие позиции. Ну и в завершение поделитесь предстоящими событиями клуба. Возможно, впереди еще какие-то турниры или, может быть, марафоны. Ну, впереди для студенческого клуба КФУ самый большой марафон масштабный. Это ежегодный фестиваль «Студенческая весна», который будет длиться в течение долгих трех месяцев. Это сначала университетский уровень, далее республиканский, уже всероссийский, где наши студенты ежегодно выигрывают, побеждают, занимают лидирующие позиции. Большое спасибо за интересную беседу. Ну и, конечно, побед вам и нам. Спасибо большое. Дмитрий Иванович – гений науки. Среди самых известных открытий – периодический закон химических элементов. Это один из фундаментальных законов мироздания. Автор свыше 500 печатных трудов. Среди них – «Основы химии», первое стройное изложение неорганической химии. Организатор и первый директор главной палаты мер и весов. Один из организаторов русского химического общества. А еще изобретатель аэростата, бездымного пороха, основоположник нефтехимической промышленности. Это, кстати, он придумал использовать трубопровод для перекачки нефти и экономически обосновал строительство перерабатывающих заводов непосредственной близости от нефтяных месторождений. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию, а выдвигали его иностранные коллеги. Менделеев был членом многих зарубежных академий и ученых обществ, но так и не стал членом родной российской академии. Наш регион был тесно связан с Дмитрием Менделеевым. Как? Расскажет Амир Ахтямов. Дмитрий Менделеев говорил, химия – это область чудес, в ней скрыто истинное счастье человечества. Величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области. В феврале нынешнего года исполнилось 188 лет со дня рождения великого русского ученого-химика, автора периодического закона химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Он родился в 1834 году в Тобольске в семье директора гимназии и попечителя училищ. В 31 год защитил докторскую диссертацию и стал профессором химии Петербургского университета. Всю свою жизнь, которая, как и у многих ученых дореволюционной России, у него была непростой и тернистой. Но, несмотря на это, он посвятил ее науке. Имя знаменитого ученого в Татарстане носит город Менделеевск, бывшая Бондюга. Так как Менделеев высоко оценивал опыт производства на Бондюжском заводе. Кроме того, химические заводы Ушковых были причастны и к изготовлению бездымного пороха на Казанском пороховом заводе. В частности, расположенный в Казани завод фирмы Петра Ушкова в 90-е годы 19 века поставлял для него серную и азотные кислоты. Сотрудничество Менделеева с Ушковыми не ограничивалось только лишь созданием пироколодия. Великий русский ученый консультировал Ушкова и его специалистов по вопросам совершенствования различных технологий. А также убедил в необходимости и выгодности постройки особого завода для производства кислотоупорной посуды. Так, Великий российский ученый провел некоторое время на химических заводах Ушковых, работая на технологии производства бездымного пороха. И в канун столетия основания химического завода поселок Бондюшский был переименован в город Менделеевск. В отделе рукописей и редких книг Казанского университета сохранилось несколько первых изданий великого ученого. К примеру, книга под названием «Нефтяное дело», выпущенная в 1886 году. А также знаменитое рассуждение Менделеева, рассуждение о соединении спирта с водою. Данное произведение было выпущено в 1865 году в городе Санкт-Петербург. Менделеев был также выдающимся экономистом, обосновавшим главное направление хозяйственного развития России. Он выступал горячим сторонником протекционизма и хозяйственной самостоятельности России. Например, в своих работах «Письма о заводах» и «Толковый тариф» ученый отмечал несправедливость экономического порядка, позволяющего странам, осуществляющим переработку сырья, пожинать плоды трудоработников, стран-поставщиков. Этот порядок, по его мнению, имущему отдает весь перевес над неимущим. 2 февраля 1907 года в 5 часов утра великий ученый скончался. Его похороны можно назвать настоящим национальным трауром. В последний путь его провожала десятитысячная процессия, протянувшаяся от главной палаты мер и весов до литераторских мостков Волковского кладбища. Дмитрий Менделеев был похоронен рядом со своим сыном Василием Менделеевым и матерью Марии Менделеевой. Через год на могиле ученого был установлен памятник – гранитный крест на каменной глыбе. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. Умение передавать свои знания, опыт, вовлекать в исследование и работу молодых коллег-учеников – все это преемственность и в науке, и в образовании. В этом и заключается прогресс. Будьте щедры, делитесь своими знаниями и умениями. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова